Для западных спецслужб, для украинских спецслужб нет никакой тайны в том, из кого состоят российские спецслужбы, фамилии, имена, отчества, анкетные данные, годы рождения, состав семьи, где они живут и так далее. Ну никаких тайн нет. Ну это же 21 век, ребята, вы что? Оттуда все видно из космоса. Плюс такие системы слежения. Вы что? Вас всех слушают, за вами всеми наблюдают через видео, через космос. Никаких тайн нет. Поэтому то, что слили в сеть базу квартир, ну да, есть же, что такое квартиры. Каждая спецслужба имеет, кроме того, что сотрудники ее где-то живут, есть еще куча явочных квартир. Куча квартир для совещаний, для негласных следственных действий, для гласных следственных действий, для вербовки, для встречи с завербованными, для приема гостей, для поселения каких-то гостей. Слушай, ну спецслужбы работают, это напряженная работа и, конечно, им нужны квартиры. Приезжает к тебе особо ценный человек, тебе его надо разместить, вот тебе уже квартира нужна и так далее. Для личных встреч куча всего. Все это известно, все адреса, все вскрыли, слили. Ну, а что, не хотели? Они поперли на Украину. Я возвращаюсь к истокам. Они пришли с войной. Получайте, нелюди, получайте, на всех фронтах. Что интересно, ведь все они, вот вся российская верхушка, все, кто имеет деньги, но они же полностью состоят из западных разработок и пользуются западными вещами. Начиная от носков, трусов, заканчивая телефонами, айфонами, телевизорами. Вот смотри, сейчас вышел 15-й айфон. Ну, как бы Россия, которая официально говорит о том, что запад это зло и все, что запад производит, это зло. И через айфоны за нами следят? Ага. В очередь выстраивается для того, чтобы купить и достать 15-й айфон, причем чтобы он у них был раньше других. Ну, как это так интересно у них вот совмещается? Олесь, ну, эта страна не с двойным, с тройным, с пятерным, с десятерным дном. Это страна фейк. Я же говорю, это страна, где всегда было 10 правд. Одной правды не было. Ну, в советское время одна правда, когда ты читаешь газеты, там написано одно. То же самое ты видишь по телевизору. Вторая правда, ты сидишь дома на кухне и разговариваешь со своими родными, и там совершенно другая правда. Третья правда, ты сидишь на партсобрании и слушаешь, о чем там говорят. Тебе говорят больше, чем написано в газетах, и ты можешь увидеть по телевидению. То есть куча правд. А так не бывает. Это провоцирует разлад нервной системы, разлад психики. Так не может быть. Правда всегда одна. Она или есть, или ее нет. Поэтому эта страна десятилетиями жила по античеловеческим законам, антигуманным законам. Когда думали люди одно, говорили другое, а делали третье. Расстроение личности. И сейчас происходит то же самое. Они немножко пришли к подобию цивилизации в конце 80-х. Но в начале 2000-х они начали сворачивать это все. И теперь страх сковал Россию. А как же? А как же не сковать? Ну разве это демократия? Разве это свобода слова? Свобода взглядов? Свобода убеждений? Свобода митингов? Если ты не можешь сказать, что тебе не нравится, что Россия напала на Украину. А многим же людям в России не нравится, мы же это понимаем, многим не нравится. Но сказать это нельзя, потому что... Если им не нравится, пусть что-то делают. Олеся, смотри, могут посадить и сажают многих. Поэтому люди затаились, люди скованы страхом. И это никакая не свобода, они живут не своей жизнью. Наиболее умные в России, они уезжают. Я хочу сказать, что я пришел к одному выводу. Я никому не навязываю свой вывод. Я могу только сказать, мне многие сейчас в России могут сказать за это спасибо. Россияне, ваша страна никогда не будет жить хорошо. Она обречена на плохую жизнь. На финансовую, может, обречена и на хорошую. Я не спорю. На нечеловеческую жизнь обречена. Это идет издавна. Это страна рабов, вертухаев, ментов, фсбшников, военных и полицаев. Это страна несправедливо устроенная, в которой никогда не будет хорошо. Потому что я же, знаешь, я же быстро схватываю, я же учусь, например. Понимаешь, когда Горбачев пришел, ну все же думали, ну сейчас, ну наконец, ну сейчас же начнется. За Горбачевым Ельцин, невиданная свобода слова. Да, жрать было нечего, но свобода слова какая. Люди, наконец, воспряли духом. Я помню этот митинг победителей, так называемый, когда реакция в лице ГКЧП устроила путь в августе 91-го года. И когда казалось, что вот сейчас оно все развернется, назад, к Брежневу туда. Нет, народ вышел на улицы три дня и три ночи у Белого дома, протестовал. И этот митинг, сотни тысяч людей под Белым домом. И ты знаешь, что я подумал? Я подумал, боже, ну наконец, наконец, все будет, все будет иначе. Растоптали это все. Потом Белый дом расстреливали. Что такое Белый дом? Это же парламент. То есть Ельцин расстреливал российский парламент, который сказал, что он не должен быть президентом. Парламент расстреливали. Где, в какой стране мира это возможно? То есть, по сути, символ и средоточие демократии. Символ народовластия. Конечно. А потом передали власть этому мыршавому гному, карлику этому, конченому ФСБшинку, который пришел и закрутил все гайки. И теперь опять никакого писка нет там. Пискнуть никто не может. Все закручено. Поэтому я хочу сказать, россияне, вы никогда не жили хорошо и никогда хорошо жить не будете. Поэтому, если у вас есть дети, если вы сами еще молодые, да если вы еще в среднем возрасте, да может и не в среднем, убегайте оттуда. Эта страна обречена на гниль. Она будет гнить. Она не хочет жить сама и не дает жить другим. Что вы прицепились к Украине? Что вы к Грузии прицепились? Что вы прицепились к Молдове? Вам до всех есть дело. У вас столько бабок. Нефть, газ брызжет из каждого куста. Из-под каждого куста. Обустройте свою жизнь. Ё-моё. Ты посмотри, Объединенные Арабские Эмираты. Да там 40 лет назад верблюды ходили. Колючки были. Пустыня. Ты посмотри, что они сделали. А Россия богаче Эмираты. Как они чихают на свой народ, на свое население. Ну ладно, хрен с вами, это ваше. Но почему они еще хотят распространить этот страшный, мерзкий образ жизни на другие страны? Почему они ко мне домой приходят и хотят, чтобы я жил в говне, как они? Вот же в чем вопрос. Подонки. Убегайте оттуда. Русские убегайте. Русские, татары, чеченцы убегайте все. Не будет ничего хорошего. Это обреченная страна. Она обречена гореть в аду. У нас в заголовке... Нет, не так. Начну с другого. Друзья, вы не думайте, что я не вижу ваши поздравления. Я не все их озвучиваю, потому что мы с Димой сейчас обсуждаем актуальное событие. Но сегодняшнее актуальное для меня событие, конечно же, я тоже вижу то, что вы пишете. Спасибо большое всем. Я всем взаимное хорошее пожелание и победы, и мира, и добра. И еще раз скажу, что если вы хотите меня поздравить, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей инициативе по дронам. Вот мы сегодня с Димой хотели бы очень собрать еще на один дрон. Потому что очень много ребят, очень много воюющих на фронте сейчас частей, которые просто уже подали заявки, и нам нужно поставить им следующие партии дронов. Поэтому сегодня мы можем сделать огромное дело. Это будет самый большой подарок для меня, если сегодня мы соберем во время нашего эфира на хотя бы один, еще хотя бы один дрон. Уже 88 дронов на 88 собрано и куплено, и практически все уже переданы даже, ну вот, воюют. Итак, у нас в заголовке, Дима, кроме других тем, есть еще тема Армении. И звучит она так. Армения арестует Путина. Вот расскажи, что ты имел в виду. А где-то горы, горы, а за ними, ними, Армения моя. Что я имел в виду? Армения преданная Путиным и русскими Армения. А я хочу напомнить, что Путин и Россия предали Армению точно так же, как предали огромное количество стран, в которых было мощное их влияние. Ну, слушайте, ГДР сдали, не моргнув глазом, в 89-м году. И Хонекера вместе с ГДР. Кубу сдали вместе с Фиделем Кастро в свою очередь. А как целовались, да? О, ты же знаешь, Брежнев и Хонекер поцеловались в засос, попрощались и сели в один самолет. Да, целовались. Вот я смотрю видеохронику, как в то время советские вожди целовались. Это уму непостижимо. Они целовались в губы, чтобы ты понимала. Значит, дорогие друзья, если вы хотите посмотреть кино, посмотрите, забейте в Ютубе награждение Брежнева. Просто забейте. Просто забейте, да. Вообще забейте. Молодец. С днем рождения, Олеся. Посмотрите награждение советских вождей. Брежнева, Подгорного, Косыгина, Суслова, Кириленко, Устинова, Андропова, Черненко. Это потрясающе. Они друг друга награждали и целовали друг друга долго и протяжно в губы. Фантастиш. Дастиш, фантастиш. Так вот. Предавали всех. Предавали и Никарагуа в свое время, и Вьетнам, и Лаос, и Кампучию, которая стала Камбоджей, и Анголу. Да ну всех предавали. Это Россия страна предатель. Сейчас она предала Армению. Потому что Путин договорился закулисно с Эрдоганом, решили вопрос, Армению просто сдали. Армения в ответ сегодня приняла закон о присоединении к Римскому уставу. Что это значит? Это значит, что теперь правила Римского устава распространяются на Армению. Это значит, что Путин, который находится в розыске международного суда в Гааге, если приедет в Армению, Армения его арестует. Поэтому знаешь что? Поэтому Путин больше никогда не приедет в Армению. Вот. Армения молодцы. Молодцы. Правильно сделали. Армении давно было пора понять, что с этими негодяями ей не по пути. Пишут, что я тебе подарил на день рождения яйца Гордона. Я подарил Олесе яйца Гордона еще задолго, задолго до этого дня рождения. Еще на Аш. На Аш. Да, я все сказал. Все? Про Армению, да? Все, хорошо. Идем дальше. Ты заслушалась или что-то вспомнила? Нет, я вспомнила про твой подарок. Друзья, да. Идем дальше по карте мира. А именно, в Словении на выборах победила партия ментально... В Словакии, Олесь. В Словакии. В Словакии, извините, пожалуйста, да. Ты так вспоминаешь про яйца Гордона, что забыл даже страну правильно назвать, ты видишь? Окей, ребята, значит, под этим видео есть ссылка на магазин, называется он Гордон Шоп. И там можно купить не только яйца Гордона, а и Гордон в шоколаде, и всякие другие важные, хорошие, вкусные вещи, потому что... То есть, не так, Олесь, то есть, если вы хотите, друзья, чтобы яйца Гордона были не только у Олеси, но и у вас, прямая дорога в Гордон Шоп. Именно. Более того, покупая там, вы еще и делаете вклад на наш сбор на дрони, потому что оттуда живется наш потек, який дозволяет куповать дрони, найкращие разведывальные дрони для ЗСУ. Спасибо.